Ребят, всем большой привет! Добро пожаловать на канал Иринка Миски. Меня зовут Ирина, очень рада вас видеть у себя на страничке. Сегодня хочу поделиться с вами своими пустыми баночками все, что у меня закончилось, закончилось в уходе за телом. Первая часть видео в уходе за лицом у меня, смотрите здесь, ссылочку оставлю. Проходите, смотрите, потом возвращайтесь ко мне. Ну что, поехали смотреть, что у меня закончилось в уходе за телом. На самом деле очень много у меня пустышек, я около двух месяцев не снимала данное видео, но зато есть о чем поговорить с вами. И как бы видео будет долгим, но главное, чтобы было информативно. Давайте с очищения, что у меня закончилось. Первое, что у меня закончилось, это гель для душа от бренда Noni Care. Это гель с ягодами, соком ягоды Noni. На самом деле очень полезный фрукт Noni, который растет у нас где-то там, по-моему, в стороне Таиланда, где-то что-то там. Что могу сказать? Это не обычный гель для душа, это даже, я скажу, какое-то фруктовое желе, которое очень вкусно, приятно пахнет какими-то, такими, знаете, заморскими ягодками, можно так сказать. Хорошо очищает кожу, не сушит, хорошо пенится, и в то же время кожа какая-то, знаете, такая наувлажненная, напитанная, к ней приятно прикасаться. На 99% это натуральный гель для душа, мне он очень понравился, и смело рекомендую вам попробовать данный гель. Отлично подойдет на лето, просто. И в ванной очень так приятно пахнет ягодками. Следующее, что у меня закончилось, это тоже питательный крем для душа от бренда Ифрашей, из серии Жордин Дюмон, бразильский кофе, и сейчас я хочу их купить очень много, потому что я дико люблю гель для душа от Ифрашей, и мне, наверное, уже бренд Ифрашей должен доплачивать за то, как я их расхваливаю. На самом деле я гели для душа от Ифрашей первый раз попробовала, наверное, лет в 15, где-то так, и я влюбилась в них серьезно, и ни разу за все время, а я уже девочка взрослая, я могу сказать то, что ни разу не разочаровали, и хочу себе сейчас еще купить. Это был последний гельчик, вот из серии Жордин Дюмон, который у меня был в запасах. Следующее, что у меня закончилось, это мое первое масло для душа от бренда Эколаб, Эколаблаториес. У меня, отгадайте, с чем это идет увлажняющее масло для душа, идет с экстрактом камелии и маслом манго. Отдушка мне дико не понравилась, но не моя отдушка, но подействую, ребят, это что-то нереальное. Это знаете, это что-то такое прям мега мягкое, то, что вы наносите на себя. Вот эта пена, она очень мягкая, она очень приятная, покупала я его, кстати, на сайте белорис.ру, проходите, смотрите, ищите там. Это что-то прям нереальное, какое-то прям масло для душа, я хочу их тоже купить. Сейчас, в общем, у меня фавориты в уходе, в очищении за телом у меня три марки. Это Ноникара, Эколаблатория и Жардин Димон. То есть, если у вас, вы хотите просто чего-то такого ягодного, очищающего в отпуск к вам, либо вы не поехали в отпуск, но вы хотите чего-то такого, знаете, заморского, попробуйте вот эти вот гели от Ноникара. Если у вас сухая кожа и вы хотите чего-то такого, знаете, вот питательного, увлажняющего, попробуйте вот эти гели масла от Эколаб и Жардин Димон. Смело рекомендую просто вот пять из пяти. Следующее, что у меня закончилось, это, да, вот такие вот, я не знаю, как их назвать, сменные контейнеры, да, или как это назвать, запасники мыла для рук жидкого. Почему я стала покупать вот в этом? Потому что у меня ребенок любит мыть руки именно жидким мылом, и мой муж любит жидкое мыло, но ребенок у нас очень быстро его расходует. И я поняла, что вот так вот намного бюджетнее покупать и не так дорого, а объем 500 миллилитров, так что практически за бюджетную стоимость я покупаю две упаковки жидкого мыла. Вот это антибактериальное мыло от бренда Аура с ромашкой, увлажняющее, подсушивает кожу рук и дико пахнет ромашкой, быстро расходуется. Но за то, что антибактериальное, мне хочется в это верить, цена у него бюджетная, стоит до 60 рублей лично у нас в магазине. Если вы относитесь хорошо к аромату ромашки, то смело могу вам его посоветовать попробовать. Такое своеобразное мыльце, мне аромат не понравился. Дико понравилось мыло антибактериальное от бархатных ручек, мне понравилось то, что оно не сушит кожу рук, оно очень приятно пахнет и все-таки мне хочется верить, что оно антибактериальное. Сейчас обязательно куплю еще парочку таких, мне очень-очень понравилось, прям хорошая мыльце, смело советую. Следующее, что закончилось, давайте я все равно домно буду доставать хорошо. Следующее, что закончилось, это охлаждающая пена для бритья от бренда Нивея. Вот знаете, наверное, бренд Нивея это какой-то такой вот фундаментальный старичок, бренд с моего детства. Вот я не помню, кто бы у нас в семье не пользовался этим брендом. Мне кажется, у меня мой брат, мой зять, теперь мой муж, они пользуются этим брендом, этой пеной, и хоть бы кто-то из них сказал, что им не нравится. Классная пена, только единственное, она быстро заканчивается, и цена на нее стала расти. А так очень достойная пена, нужно пользоваться и мальчиком, и девочкам. Следующее, что у меня закончилось, давайте я так вот быстренько по салфеткам, то, что у меня закончилось. Я подсела на вот такие вот большие ватные диски, которые покупала в ленте, не только в ленте, они везде продаются, такие, знаете, большие ватные диски, которые в детских отделах продаются. Мне очень нравится протирать ими лицо, очень экономичная цена, у них что-то стоит в пределах 50 рублей. У меня закончились, очень нравятся, кстати, ватные диски от бренда Лента, мне от магазина Бренда Лента нравится тем, что они не рассыпаются, не крошатся, не оставляют волокна на лице. Если в вашем городе представлена магазин, сеть магазинов лента, присмотритесь к их бюджетным ватным дискам, очень хорошие. Следующее, что у меня закончилось, тоже такие же большие длинные ватные диски от бренда Miracle 3, Magic 3 называется. Я их покупала в Санге стиле, что могу сказать. Неплохие, неплохие, но они такие тоже достойные, не рассыпаются, хорошая цена у них чуть дороже, чем у лентовских, такие большие ватные диски. Следующее, что закончилось, это вот две нелюбимые мои, так нет, у меня тут еще закончились, еще я покупала в аптеке большие. Вот эти вот тоже, кстати, неплохие, продаются в аптеке Апрель ватные диски большие, тоже мне понравились. В общем, у меня их много закончилось, чтобы вы понимали, очень много закончилось ватных дисках. Ну все у меня здесь, я же ничего не выбрасываю. Губка для тела массажная от LaFresh, она, кстати, продается, это продукция Magnet Cosmetics, стоит 15 рублей. Ребята, девочки, мальчики, присмотритесь, антицеллюлитная, классная, хорошая губка за 15 рублей, очень мне понравилась. Мне очень понравились влажные салфетки от бренда Ильдеботе, классные влажные салфетки, я вам могу сказать, с приятным ароматом. Так что жалко, что они сейчас с заказа перестали их вкладывать, а я прям их полюбила. Мне не понравились влажные салфетки от трех брендов, которые я вам... Да, все, больше влажных салфеток, так, еще одни ватные диски, все. Теперь влажные салфетки, которые я вам не могу советовать. Первое, это просто, это влажные салфетки, которые продаются в магазине Перекресток. Самые отвратительные, дешевые, влажные салфетки, которые, во-первых, вот этот клапан, он на них потом отрывается, влажные салфетки маленького размера, они неудобные, и их нужно несколько штук для того, чтобы протереть руки. Мне не понравились. Мне не очень понравились вот именно вот эти вот влажные салфетки с зеленым чаем от бренда LaFresh, это тоже продукция именно магнита, могу сказать, какая-то прям вонючая штука. Прям не понравились, прям не могу советовать, прям как-то фу-фу-фу, но неплохо, кстати, очищали. И следующие салфетки, которые мне не понравились, которые идут с клапаном, с ароматом подорожника, антибактериальные, по-моему, да, они антибактериальные для всей семьи, но они идут с клапаном, их 120 штук, продаются, покупала я их в магнит косметик, могу сказать, самые быстрые салфетки, которые у меня закончились. Они дико маленькие, их много, нужно очень много, когда вы начинаете их вытаскивать, они просто, знаете, они так вот все просто вылазят, вылазят и какие-то вот, ну, фу-фу-фу, мне не понравились, они очень быстро закончились, и они неприятно пахли. Но клапан рабочий, клапан вообще мне понравился, салфетки с клапаном очень сильно люблю. Все, это все, что было связано с салфетками. Дальше у меня закончились зубные пасты. Так как я давно не понимала подобного рода видео, зубных паст у меня закончилось много. Первая зубная паста, которая закончилась у моего сына, точнее она не закончилась, а тут ее еще осталось, Доктор Заяц, он у нас немножко научился чистить зубы, но у нас произошла не очень приятная ситуация, травма зубы, поэтому теперь я перешла на другую зубную пасту, и эту пасту я просто выбросила в утиль, потому что, еще раз повторюсь, вот такие вот пасты, вот с таким вот вкусами разными, я советую мамочкам для того, чтобы они приучали своих детей самостоятельно чистить зубы, когда вам уже 3 годика, 3-4 годика, и вы хотите, чтобы ребенок начал самостоятельно как-то держать зубную щетку и прочищать свои зубки учиться. Покупайте вот такие вот зубные пасты, которые недорогие и с неплохим таким, знаете, вот действием на зубы, с приятным ароматом, и не жалко, если честно, то, что он выдавливает. Неплохая зубная паста, но не вау. Просто моя любимая зубная паста от старичка Блиндамет, она у меня в таком непотребном виде, но простите, от экстра отбеливания с двойной системой отбеливания, мята. Люблю, 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 люблю эти, знаете, старенькие зубные пасты от бренда Блиндамет, они неплохо очищают для ежедневного ухода за полостью рта, они очень даже подходят. Я уже много говорю лет вам о том, что мне очень они нравятся, и вот очередная паста, которая мне понравилась. Следующая паста, это натуральная паста от бренда Himalaya Herbal's, отбеливающая. Что могу сказать? Неплохая паста натуральная, которая очень-очень сильно пенится. Вот прям, знаете, вот прям очень много пены от нее, она дико экономичная. И мне понравилось то, что она успокаивает десну, укрепляет именно десны. И когда, если у вас есть такая особенность кровоточивость десен, присмотритесь вот к этим пастам от бренда Himalaya. Они как-то, знаете, очень бережно очищают зубы, но при всем при этом действительно неплохо отбеливают. Неплохая зубная паста, это моя уже вторая упаковка, которую я беру. Все, пасты закончились. Следующее, что у меня не закончилось, но я, к сожалению, выбрасываю. Это молочко для тела с малиной от бренда Ifroche. К сожалению, я не успела и допользоваться по одной простой причине. Закончился срок годности. Изменился аромат молочка, и поэтому он у меня уходит в мусорный бак. Но молочко от Ifroche, это то молочко, которое действительно увлажняет кожу, не остается пленкой, кожа после них бархатная. Мне очень нравится, и отушка у них не очень сильно на теле окисляется. Следующее в очищении. Так, у меня закончилась мула, которую мне присылали в подарок. Я не знаю, что это за бренд. Он продается, я знаю, наверное, в подружке. Это экзотическая мула-гуава. Тут у него небольшой такой, была такая шайбочка, но она у нас очень быстро улетела, 50 грамм. Вообще очень моментально улетела, немножечко подсушивала кожу рук. Я знаю, что продается, по-моему, это в магазине подружка есть. Подсушивает все-таки кожу рук он мне. Следующее, что у меня закончилось, это салон на дому профессиональное средство от бренда ВИД. Теплый воск для депиляции с эфирными маслами. То, что можно смыть водой. Слушайте, вот сколько бы я не покупала в разных магазинах продукцию ВИД, она на мне не работает. Вот отрастить мне косо на ногах, отрастить и в подмышечных впадинах, и в других местах, и попытаться сделать этим у меня не получается. Но не выдирает она мне, не убирает она мне волосы. И вот очередная пустышка в моем, так скажем, салонном уходе дома для депиляции. Не подходит мне продукция ВИД, вообще не идет, и не могу советовать. Ее осталось здесь немножечко, и уже все. Я пыталась, пыталась, и кстати, вот эти вот 250 миллилитров на подмышечные впадины, на голени и на еще одну часть тела мне хватило всего, по-моему, раза три. Все, и закончилось. Так что мне вообще не идет продукция ВИД, она на мне не работает, не убирает. Что бы я там ни делала, хоть танцы с бубнами пришил. Так, следующее, что у меня закончилось, это масло репейное с красным перцем. У меня здесь было в объеме 120 миллилитров. Неплохое масло, но больше всего мне нравится вот эта крышечка, и скорее всего я ее сохраню, потому что эта крышечка идет с пипеточкой. И она прям очень круто помогает распределять масло по волосам. Хорошая разработка производителя, такое, знаете, внедрение в упаковку. Мне очень понравилось. Масло неплохое, не разогревает оно мне корни так, чтобы, знаете, какой-то был рост. Но мне нравится, как после вот этого масла с красным перцем блестят волосы. Так что периодически себе его покупаю, вы знаете, то, что мне нравится. Следующее, что у меня закончилось, давайте уже по волосам пройдем. На этот шампунь у меня будет отдельное видео на моем канале. Плейлист называется «Минутный обзор». Там я о нем подробненько рассказываю об этом шампуне от бренда Green Pharma с Женьшенем. У меня есть отдельное видеообзор на этот продукт. У меня есть много на него видео, так что проходите, смотрите, зацикливаться долго не буду. Он у меня закончился, мне очень сильно понравился. И смело рекомендую его к покупке. Следующее, что у меня закончилось от этого бренда, это маска. Фарма Жожоба, тоже на нее есть минутный обзор в плейлисте у меня на канале. У меня есть видео на канале, посвященное данной марке. Тоже хочу сказать, что она у меня полностью закончилась. Я дико об этом сожалею, потому что мне данная маска очень сильно понравилась. И я смело рекомендую ее к покупке Фарма Жожоба от бренда Green Pharma. Следующее, что у меня закончилось, это соль для ванны с лавандой от бренда Дары Лето. Что могу сказать? Я влюбилась в эту соль. Я хочу ее еще. Мне она очень понравилась. Классная соль. Просто это ароматерапия дома. Реальная. Такое впечатление. Я очень люблю именно аромат лаванды, не химической, а именно цветков лаванды, которые вот эти вот живые. У бренда Дары Лето получилось вот эти живые цветы совместить с этой солью и продать. Серьезно, хорошая соль. Мне очень нравилась именно когда я промерзала, либо я сильно очень переживала, как-то нервничала, расслабляться вот именно в ванне вот с этой солью. Вот этой упаковки, тут, наверное, 500-700 грамм, мне хватило раза на три. Хотя производитель говорит, что вот эти 700 грамм нужно высыпать на ванну, но я бы там задохнулась в этом аромате лаванды, потому что очень много аромата лаванды, ее можно просто поделить и досыпать в какой-то другой соли. Очень мне нравится. Тоже есть подробный обзор на эту соль у меня здесь на канале в минутных, в плейлисте минутные обзоры видео. Итак, следующее, что у меня закончилось, это жидкость для снятия лака. Покупала я ее в Магнит Косметик в объеме 120 мл. Неплохая жидкость для снятия лака, она пахнет, у нее душка именно вот этого вот жидкости для снятия лака, она очень жесткая. Блиттерные лаки я ей не снимала, поэтому не могу сказать, как она будет снимать суперстойкие лаки, но обычные лаки она снимала очень неплохо и цена была на меня бюджетная. Закончился Доктор Проф, это гигиенический спрей для рук. Могу сказать, хорошо он дезинфицирует руки, но он подсушивает. Удобная упаковка, хорошо распшикивает средства и продавалось оно именно в магазинах Санги Стиль. Очень крутая вещь, хватает надолго, 50 мл. Я ей пользовалась, наверное, с прошлого года. То есть, как бы прям классная вещь, смело рекомендую. Но сушит кожу рук. Следующее, что у меня закончилось, это просто мой самый любимый крем для рук от бренда Бархатные ручки, ночной питательный. Миллионный тысяч на раз говорю о том, что это мой самый любимый крем для рук. Именно единоразовое применение его просто на ночь и в течение дня у вас очень такие приятные мягонькие ручки. Смело рекомендую его вам, если вы еще не пробовали. Закончилось средство, точнее не закончилось, я выбрасываю средство, которое я покупала. В фикс прайсе это болтушка антиакне с цинком. Могу сказать, такая ерунда. Вот ерунда ерундовая, которая ничего не делает. Я никак не могла приноровиться, ничего она не подсушивает, не убирает. Ну, фигня полная. Так что не могу советовать вам покупать вот это средство в магазине фикс прайс. Проходите мимо, есть намного бюджетнее и интереснее средство, нежели вот эта вот вещь. Следующее, что у меня закончилось, это мой любимый дезодорант от бренда Nivea. Очень-очень сильно его люблю. У меня с калиновой пудрой, эффект пудры. Это мой самый любимый аромат дезодорантов. Я обожаю этот дезодорант. Я вообще с дезодорантами Nivea начала ими пользоваться лет в 14, когда я начала заниматься танцами. И вот с того периода времени это мой самый любимый дезодорант. Поверьте мне, я их пробовала очень много разных. Но вот это дезодорант, который отвечает всем требованиям и тех людей, кто танцует. Вы знаете, какую там активность идёт. И они помогают именно нейтрализовать запах. Конечно, влажные подмышки, когда при активной тренировке они будут, но не будут никакого аромата. Честное слово, вот это вот, простите, сдохших коней, когда там, блин, когда сильно очень пахнет с подмышечной их впадин, когда вот этот вот, он эти все ароматы нейтрализует. Мне очень нравится этот дезодорант. Блин, у меня уже новенький. Долго говорить не буду, смело рекомендую вам дезодорант от бренда Nivea. Следующее, что у меня закончилось в уходе за телом, это скраб цитрусовый фреш. На него тоже будет обзор в моём минутном, в плейлисте минутные обзоры. Также у меня есть обзор на него в моём инстаграм. Кто не подписан на мой инстаграм, мискик 9970, подписывайтесь. Это идёт цитрусовый фреш сахарно-солевой скраб. Знаете, это скраб баловство. Вот правда, не более того, это скраб, который неплохо скрабирует, но он, как тут обещает производитель, благодаря уникальному составу скраба, активизирует обменные процессы, темизирует, питает и также эффективно её очищает. Неплохо очищает, но вау-эффекта я не заметила от него, честное слово. Но какой аромат! Вот если вы помните, если вы любите карамельки лимонка, вот эти вот лимончики, которые недорогие, вот эти вот мягкие карамельки, если вы застали то время вот этих вот жёлтых сахарных конфет, которые пахли лимонным, цитрусовым, вот это вот просто воспоминания с детства. Я очень люблю карамельку лимончики, вообще, знаете, такими абсолютно заврядными какими-то некоторыми вкусами, обычными, без всяких там изысков. Вот это прям вот мне очень понравилось. Приятная одушка, хорошо он релаксируешь в этот момент, когда ты пользуешься таким, знаете, таким пахнет конфетками, воспоминаниями с детства. Но вау-эффекта не заметил. Но неплохо очищал. То есть, понимаете, такой обычный скраб. Обычная соль с обычным сахаром, с арома, маслами и всё. Не более того. Следующее, что у меня закончилось в уходе... Ой, у меня вот ещё немножечко осталось, ребят. Это просто моя любовь. На него уже есть обзор у меня в моём инстаграм. У меня есть в минутном видео. Это хот-скраб для тела от бренда Натура Сибирика из серии Crazy Animals. Скраб для похудения, горячий скраб для похудения с таёжными ягодами. Медвежья ягода, конейский перец, вулганическая голубика и чёрная бамбуковая соль. Ребят, я влюбилась в этот скраб. Это мой самый вкусный скраб, который я пробовала вот именно вот из таких вот, из ягодных. Как он приятно согревает, как он мне нравится, как он хорошо очищает. После него кожа, знаете, так она сразу хоп-так подтягивается. Мне очень нравится. Смело рекомендую вам его попробовать и стоит дико бюджетно. Следующее, что мне тоже очень понравилось из этой серии, это крем для тела. Ягодная смузи, витаминный заряд. Здесь медвежья ягода, сочная сахаринская клюква, брусника, вулганическая голубика. Ребят, очень хорошо питает, увлажняет и этот аромат, он не окисляется на теле. И когда вы им пользуетесь, от вас реально пахнет ягодками, как будто бы это ваш парфюм. Он даже пахнет от них, когда вы им пользуетесь, вы его после его использования, точнее, когда вы его наносите, нужно подождать, когда он высохнет. И когда вы потом одеваете одежду, ваша одежда абсолютно так же вкусно пахнет ягодками. Не знаю, у меня уже в ванной стоит новенькая, очень мне нравится данное средство, обожаю им мазать ножки. Ножки после него очень такие, знаете, приятные, напитанные. Я даже им просто мажу ступни, они такие напитанные становятся. Очень мне нравится, вообще классная вещь, особенно на лето. Я обгорала и пользовалась данным кремом. Мне очень понравилось, как он так питал кожу и не было вот этой дикой сухости и стянутости. Следующее, что у меня закончилось, это от бренда Золотой Шок, шелк, филер-заполнитель против ломкости волос с кератином и это еще термозащита. На него тоже у меня есть обзор. Что могу сказать? Это очень классная, крутая термозащита. Мне очень понравилось. Единственное, что маленький объем и волосы, кстати, после использования данного средства, действительно, они более мягкие и такие они более плотные, что ли. Мне очень понравилось от этого средства филер от бренда Золотой Шелк. Единственное, еще раз говорю, очень маленький объем, но очень здорово, что есть здесь помпо-дозатор. Но у меня попалась помпо-дозатор, которая выплевывала по чуть-чуть средства, была какая-то неудачная. Но всецело, концепция именно то, что внутри, мне очень сильно понравилась, так что вообще классно. И крайний продукт, который у меня сегодня закончился, у меня закончилась маска от бренда Ифраше Анти Эйдж. Это идет их маска с камелией и красным виноградом. Я очень люблю данную маску, мне нравится тем, что ее можно наносить как на корни, так и на длину. И именно для того, чтобы просто чуть-чуть попитать, покондиционировать ваши волосы. Мне нравится эта масочка, именно для неокрашенных волос она мне подошла идеально. Тоже отдельное видео на продукцию в уходе за волосами от бренда Ифраше у меня есть на канале. Так что проходите, смотрите. И это были все пустые баночки, которые у меня закончились в уходе за телом, наконец-то. Я от них избавилась, я сейчас все выброшу и буду заново копить. Надеюсь, данное видео для вас было интересным, а главное информативным и полезным. Если вы чем-то пользовались и что-то хотите мне посоветовать, конечно же, не стесняйтесь, пишите в комментариях. Не забывайте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Не забывайте посмотреть видео о пустых баночках в уходе за лицом. Подписывайтесь на мой инстаграм, близких9970. Всех люблю, целую, берегите себя и своих близких. С вами была ваша Ирина, а мы с вами увидимся в скором будущем в новом видео. Всем пока-пока!